Добрый день, меня зовут Андрей Лебедев и сегодня мы с вами участвуем в вебинаре, который называется реализация в 1С ERP основных систем управления товарными запасами. Я бы даже сказал, хрестоматийность систем управления товарными запасами, то есть той логики, которую вы можете встретить практически во всех учебниках, в основном в учебниках по логике, конечно. Нас будет интересовать то, как эти системы управления товарными запасами можно имплементировать в 1С ERP. Давайте для начала мы с вами разберем с тем, какие вообще системы существуют, что именно мы будем показывать. И прежде чем показывать вам все эти системы, я хочу ознакомить вас вот с таким пилообразным графиком. Те, кто интересовался управлением товарными запасами, для вас этот график ничего нового не содержит, он тоже, в общем-то, такой хрестоматийный, взятел из литературы. Значит, смысл этого графика заключается в том, что наклонная линия это расходование товарного запаса, ну и, соответственно, вертикальная линия это пополнение товарного запаса. Также обращаю ваше внимание, что между размещением заказа и пополнением товарного запаса проходит определенный промежуток времени, он называется заготовительный период, ну и, соответственно, есть понятие заготовительного запаса, то есть запаса на период поставки. Какие системы существуют? Ну, во-первых, сразу хочу вам сказать, что существует такое понятие, как система оперативного управления и, значит, эта система оперативного управления относится к категории периодических систем. То есть, естественно, мы можем двояко подходить к управлению, мы можем постоянно контролировать товарный запас, ну, либо мы можем это делать с какой-то периодичностью. Значит, откуда возникает эта периодичность и для чего она нужна, ну, это вопрос уже организационный, но чуть позже я пару слов вам скажу. Так вот, система оперативного управления, это система, которая предполагает, что через определенные промежутки времени вы знакомитесь с ситуацией и принимаете решение, сколько вы будете закупать, будете ли вы закупать вообще. Вот, то есть, кроме периодичности в этой системе нет никаких заранее заданных параметров, все зависит от всего. Ну, и, естественно, эта система применяется в том случае, когда у вас ситуация на рынке нестандартна, нестабильна, когда все время все меняется, ну, либо такое тоже бывает, когда лицо, принимающее решение, активно использовать так называемую систему интуитивного прогнозирования. Вот, смеяться над этим не надо, тут все будет зависеть от того, насколько человек действительно тонко чувствует рынок. Но, сразу хочу вам сказать, что какая бы интуиция ни была, но цифры для него, для этой интуиции все равно нужны. Все равно для того, чтобы что-то закупать, надо представлять себе эту ситуацию. Ну, собственно говоря, именно в этом 1SRP и может нам помочь. То есть, здесь, понятное дело, что ничего не просчитаешь, никакую автоматику не обеспечишь. Единственное, что можно сделать, это более точно представить себе ситуацию, которая сейчас у вас складывается. Значит, что вам дает 1SRP для того, чтобы представить себе эту ситуацию? Сейчас мы с вами перешли в программу. Обращаю ваше внимание, что мы используем версию 2.5.8.221 и в этой системе уже сделаны предварительные настройки. Понятное дело, что тут есть какая-то структура. Я ввел организацию. У нас есть склад, с которым мы будем работать. Этот склад будет называться управление запасами. И я уже сделал номенклатуру, которую мы будем использовать. Вот она. И я для этой номенклатуры задал основную схему обеспечения. Значит, ну, она простенькая. Эта основная схема обеспечения на самом деле сводится к тому... На самом деле, эта схема обеспечения сводится к тому, что для одного из складов, а именно для склада управления запасами, задан способ обеспечения. Все. Больше ничего здесь нету. Ну, то есть, вот такая вот минимальная модель, которая нам потребуется для дальнейшей работы. Итак, что мы можем посмотреть в системе для того, чтобы понять ситуацию? Ну, во-первых, у нас существует такой отчет, как ведомость по товарам на складах. Мы можем посмотреть ситуацию на складе управления запасами. Ну, и, в общем-то, единственное, что мы увидим, что на этом складе ничего нету. Соответственно, запаса у нас нету. Второй отчет, который имеет смысл учитывать при принятии решения, это остатки и доступность товаров. Как вы видите, здесь у нас остатков тоже нету, но, тем не менее, программа в этом отчете уже показывает, что у нас есть какой-то дефицит. Откуда он взялся? Ну, я, на самом деле, уже ввел один заказ клиента на отгрузку для последующей демонстрации. Значит, те же самые данные можно еще посмотреть в таком отчете, как... Так, нет, немножко не сюда. Такой отчет, как товарный календарь. По сути дела, он вот этот вот дефицит нам несколько расшифрует. Сейчас я покажу, как это работает. Я поставлю не начало следующей недели, а давайте у нас будет конкретная дата. Вот тут, скажем, 24.02 формируем. И что мы видим? Нету, 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 нету. И вот у нас оформленный заказ клиента с предполагаемой датой отгрузки. Показывает, что у нас планируется по товарному календарю 22.02 расход. И в результате у нас на складе будет отрицательный остаток. Ну, отрицательного остатка, конечно, не будет. Просто система показывает нам, что в будущем существует некий товарный разрыв. Наверное, можно сказать, что определенные данные вы еще можете получить из отчета оборачиваемость товаров на складах. Ну, он здесь нам сейчас особо ничего не покажет. Ну, как, так, ну, вид цены какой-нибудь поставим. Ну, здесь пока ничего у нас нету, и данные для оценки отсутствуют. Хотя здесь можно посмотреть там какие-то средние величины потребления за период, и на основании этого тоже делать определенные выводы. Вот. По сути дела, ну, это просто предоставление информации. Вся автоматизация, которая здесь есть, она не выходит за пределы автоматизации работы с имеющимися заказами. Ну, мы можем это посмотреть, но, вообще говоря, если вы хотите поподробнее разобраться с настройками управления товарными запасами, вам стоит посмотреть предыдущий вебинар из этой серии, где мы копались именно в настройках системы. Сейчас мы с вами разбираем только то, что востребовано в рамках той системы управления товарными запасами, с которым мы работаем в данный момент. Ну, сейчас я просто быстренько пробегусь. Я запускаю систему формирования заказов по потребностям. На складе система что-то увидела. И система предлагает нам разместить заказ на 10 штук. Это вот те 10 штук, которые есть вот в этом заказе клиента. Ну, несколько просрочено будет, потому что по настройкам у нас поступление только 6 марта. Ну, тут как бы надо было думать раньше. Тем не менее, вот эту вот потребность программа увидела. Что у нас идут дальше? Дальше у нас идет уже более сложный вариант. Система равномерной поставки. Значит, система равномерной поставки, она, по сути дела, не нуждается в какой-либо автоматизации. Вы просто через определенные промежутки времени заказываете определенное количество товара. Строго стандартные, строго типовые. Потребление может варьироваться вверх-вниз, но заказ все равно всегда будет стандартным. Здесь, в общем-то, система управления товарными запасами вам и не нужна. И здесь более уместно использовать систему планирования. Значит, если вы в системе создадите соответствующий план закупок, и потом используя, ну, на несколько месяцев, скажем, на год вперед, и потом используете обработку не создания по потребностям, а создания по плану, вот в этом случае у вас получится сформировать там какие-то стандартные количества для отгрузки еженедельно или ежемесячно. Ну, и на самом деле, давайте попробуем с вами это сделать. Время вроде у нас немного есть. Так, давайте посмотрим. У нас есть сценарий планирования. Ну, давайте я быстро создам сценарий планирования месячный. Периодичность месяц. Так, это все нам не нужно. Структура планов. Создать. Создать вид плана для плана закупок. Это все у нас остается как есть. Так, заполнять. Ну, мы все равно это будем делать вручную. И поставим детализацию по складу. Значит, вот теперь мы можем с вами создать план закупок. Создаем план закупок сценарий месячный. Закупки месяц. Давайте я поставлю, ну, скажем, до конца апреля склад управления запасами. И предположим, что мы с вами будем закупать товар 0.02. И в количестве по месячь у нас 100 штук. Общее количество, обратите внимание, записывается само. Ставим утвержден. Вот у нас есть уже утвержденный план закупок. Кстати, вот не проверял, как это работает в последней версии. Но вообще, я вам советую, когда вы делаете план, план делайте. Никогда его не делайте текущей датой. В ряде случаев система с таким планом работать день в день не хочет. Так, и теперь давайте пойдем. Заказы поставщика. Создать по плану. Указываем сценарий месячный. И указываем с 1 февраля. Ну и по 30 апреля. По складу управления запасами. Ну, давайте посмотрим, что система нам покажет. Ну, вы видите, что система предлагает нам закупить 2 партии. Обратите внимание, что здесь автоматом не будут галщи ставить. Их придется подставить. По февралю она закупать нам предлагает. Ну, февраль у нас уже первое прошло. Поэтому, как бы, поезд ушел. И обращаю ваше внимание, что здесь можно сделать вот еще какую вещь. Мы вот это вот количество, которое у нас запланировано на месяц, можем распределить. Система предлагает нам разделить количество, ну, например, по декадам, по неделям или по количеству периодов. То есть, общее количество мы, например, можем, ну, примерно по неделям разделить, там, на 4 части. И вы видите, что у нас уже появляется здесь 1, 8, 16, 24. То есть, ну, система разбила на равномерные партии. Так. Значит, ну, вот это то, что касается системы равномерной поставки. Идем дальше. Значит, предупреждаю вопрос, который часто задают. Ну, как бы, вот так вот работать, наверное, нерационально. У нас очень много лишнего товара будет на складе. Это правда. Вот. Но все системы с периодическим контролем, они по определению ориентируются на товар малоценный. Ну, не совсем уж малоценный, но с относительно низкой ценой. Потому что системы периодической поставки, периодического контроля, они приводят к тому, что уровень товарных запасов будет выше, чем при системе постоянного контроля. Так. Значит, что у нас идет дальше? Следующая система – это система периодического пополнения до максимума. Система периодического пополнения до максимума. И здесь нам уже придется немножечко поиграть с настройками товарных запасов, которых я рассказывал на предыдущем вебинаре. Идем в склады. Идем в склады. Нас будет интересовать склад управления запасами. Настройка поддержания запасов. И здесь мы добавим товар. Так. Ну, подберем. Подберем. Товар. Ну, давайте я сразу оба сюда поставлю. Так. Значит. И давайте мы настроим для товара 3 систему управления товарными запасами. Я напоминаю, что в принципе, в принципе, базово, базово, вот эта вот, вот эта вот настройка, она работает по принципу минимум-максимум. Такая система у нас на самом деле тоже есть. И в этой логике система работать умеет. То есть, если минимум-максимум, тут вообще щитрости нет. Мы просто-напросто указываем минимальный товарный запас, указываем максимальный товарный запас. И при снижении ниже минимума идет закупка до максимума. Значит, почему недоступен страховой запас? Потому что предполагается, что вы сами его прибавите к минимуму. То есть, как бы нет смысла его выделять отдельно. Если вы используете не вот такое прямое указание, а расчет по норме, расчет по статистике, вот здесь страховой запас будет доступен. Так. Значит, я поставил. И вот давайте эту систему с вами обкатаем. Как она будет работать? Предположим, у нас сейчас на складе ничего нет. Ну, давайте, чтобы было интереснее. Я сейчас быстренько туда что-нибудь закуплю. Создать. Создать. Приобретение товаров и услуг. Основной поставщик. Не нужно это. Орион. Управление запасами. И я туда закуплю товар 003. Количество. Давайте 150 штук. Да. Значит. И давайте для чистоты эксперимента. Это у нас будет вчера. Так. Цену, цену, цену. Цена 300 рублей. Замечательно. Как у нас система будет реагировать на такие обстоятельства? Запускаем закупку по потребности. Далее. Что-то сработало. Далее. Так. Товар 04. Ну, он здесь отображается просто потому, что включен в общий список. Помните, я оба же товара добавил. Здесь у нас пока система предлагает только вот этот товар закупить. Значит. 150. Она предлагает закупить 1000. Ну, она исходит из того, что за то время, пока эту 1000 привезут, у нас на складе уже будет ноль, поэтому надо докупить 400, докупить 1000. Вот. Красным отмечается то, что у нас количество ниже минимума. Значит, теперь давайте предположим, что докупить надо не по системе минимум-максимума, а по системе пополнения до максимума. Как будем работать в этом случае? Для того, чтобы у нас отработалась вот эта ситуация, мы должны сделать следующее. У нас максимум ставится равным тому максимуму, который мы планируем использовать, а минимум мы указываем ноль. Минимум мы указываем ноль. Что произойдет в этом случае? Прогоним ситуацию еще раз. Итак, закупить надо 850 штук. Система знает, что у нас есть 150, надо пополнить до максимума, докупается 850. Единственный недостаток, вот галочка здесь ставиться не будет. Ее надо будет поставить самим. Следующий вариант. У нас есть вот такая вот система, система с фиксированным размером заказа и периодической проверкой. То есть запускается какая-то типовая, запускается закупка у какая-то стандартная партия. Такое бывает очень часто. Например, бывает так, что поставщики выставляют какие-то требования, связанные с минимальным объемом закупок, с политизацией, там, закупку полной палеты. В ряде случаев имеет смысл полностью машину набить, чтобы удельные транспортные расходы снизить. Ну, не суть важна. Значит, для нас главное то, что это бывает. Как это надо сделать в системе. Для того, чтобы работала вот эта вот ситуация в системе, нам надо пойти следующим путем. Во-первых, мы должны донастроить поддержание запасов. Посмотрим, как это будет на примере товара 4. Предположим, у нас вот этот минимальный уровень, по достижению которого надо что-то закупать, равен, скажем, 100. При этом максимум мы указываем такой же. Минимум 100, максимум 100. Записать и закрыть. И второй момент, который мы должны с вами учесть, мы должны задать вот эту вот типовую партию. Каким образом это делается? Для того, чтобы сделать вот это, нам потребуется в складе воспользоваться не вот этой ссылкой настройкой поддержания запасов, а вот этой настройкой способов обеспечения потребностей. Значит, смотрите. Здесь у нас уже все заполнилось. Ну, поскольку у нас для данных товаров схема обеспечения задана, но у нас для этих товаров не заполнена упаковка заказа. То есть мы можем вот эту вот упаковку заказа здесь указать. Но проблема в чем? Товар 004 не предполагает использование упаковок. Увы, нельзя. Поэтому ситуацию надо поменять. Причем система нам штатно дает это сделать. Мне не придется даже здесь пользоваться какими-то полномочиями. Если в товаре у нас упаковка не задана, задать ее можно. То есть мы сейчас... Так, вот опять. Она чуть-чуть что-то подглючивает. Ну, еще раз. Вот так вот. Значит, если у нас упаковки не используются, включить их использование можно. Но если использоваться, вот тут уже так просто не отключишь. Итак, мы используем упаковки, используем индивидуальный набор. Но для того, чтобы наша задача была выполнена, мы должны с вами задать вот эту вот упаковку. Потому что сейчас нам доступны в качестве упаковок только те единицы измерения, которые уже существуют в системе. В основном, в основном, они взяты из ОКЕИ, из соответствующего классификатора. Там нашей единицы условного измерения не будет. Но мы с вами можем ее задать вручную. Мы это сделаем. У нас будет стандартная упаковка. Ну, вот так вот она будет... Давайте лучше напишем стандартная закупка. Стандартное закупаемое количество. Значит, вот так вот это будет. И тип измеряемой величины будет количество штук. Ну, вот такая вот новая единица измерения. Записать и закрыть. Стандартная закупка. И теперь мы должны объяснить, что это такое. Идем в карточку номенклатуры, упаковки, индивидуальный набор, список. И мы задаем с вами вот эту вот стандартную упаковку. Так. Стандартную закупку. Стандартная закупка состоит из каких-то штук. Из 800, например. Стандартная закупка 800 штук. Вот у нас появилась новая единица измерения, которую мы будем использовать для того, чтобы система правильно рассчитала количество. И давайте мы теперь с вами это закрываем, это закрываем, это закрываем, это закрываем. Значит, теперь мы можем с вами настроить упаковку заказа. Так, ну, она чуть протормозила. Давайте мы вот так сделаем. Закроем, откроем заново. И теперь все нормально. Указали. Все хорошо. Можем закрывать. И теперь возвращаемся к заказам поставщикам. Создать по потребностям. Далее, далее. И смотрим. Товар 4. Так, что-то тут у нас не так сработало. Давайте мы с вами... Так, максимально минимум. А, мы 100 заказали. Да. Нет, пока все правильно. Значит, программа действительно показывает, что у нас уровень 100. Вот, и мы должны закупить 100 штук. Покажет она именно это. Все нормально. Ничего страшного не произошло. Давайте докрутим дальше. Сейчас она нам покажет еще вот тот следочек. 10 штук по заказу клиента. По товару 001. Далее. И, наконец, сформировать. Вот она сформировала заказ поставщику. Провести она его не смогла. Но никаких настроек, связанных с ценами, поставщику мы не делали. Поэтому, действительно, заказ не проведешь. Тем не менее, он уже сделан. И количество в этом заказе есть. Так. Товар 004 закупается в количестве 1 стандартная закупка. 1 стандартная закупка. То есть, закупаем мы 800 штук. Таким образом, система закупки стандартной партии у нас тоже работает. Что нам осталось рассмотреть? Давайте мы с вами вернемся к слайд-шоу. И посмотрим еще две системы. Это система с фиксированным размером заказа и непрерывной проверкой. И система минимум-максимум с непрерывной проверкой. Как работает эта система, мы с вами уже смотрели. То есть, принципиально, эти две системы будут работать с... Ну, ровно так же, с теми же самыми настройками, которые мы с вами разобрали для систем периодического контроля. Отличие в чем? Отличие в том, что контроль идет постоянно, а не периодически. Мы смотрим там не раз в неделю, а чаще. И вот в этом чаще как раз и заключен подвох. С одной стороны, вы, конечно, можете реально в 1С реализовать непрерывную проверку. То есть, вы можете попросить программиста сделать регламентированное задание, которое будет постоянно прокручивать автоформирование заказа. И они, ну, там, не сразу, может быть, но там, скажем, каждые 2 минуты система будет это прокручивать, смотреть, что получилось, и вот у вас, пожалуйста, будут заказы формироваться. Технически можно реализовать даже отсылку этих заказов вот такой автоматически. Но так обычно не делают. И даже если систему мы с вами заточим на вот такой постоянный контроль, тем не менее, в итоге все равно кто-то будет эти заказы просматривать и принимать решение. Надо их размещать, не надо их размещать. Ну, а если проверка и окончательное решение все равно будет раз в день. Ну, смысла особого проводить это ежесекундно, наверное, нет. Вот, поэтому непрерывность и постоянная непрерывность или периодичность – это вот такая условность, на самом деле. Что еще мне стоит сказать? Ну, наверное, вы понимаете, что с использованием возможностей, которые я вам сейчас показывал, без особого напряга, в общем-то, можно организовать постоянный контроль товарных запасов, размещение заказов практически для любого ныне существующего товарного перечня. Ну, как бы система это все переварит и позволит вам это делать ежедневно. И это, естественно, приведет к тому, что уровни товарного запаса у вас будут пониже. Зачем нужна тогда вообще периодичность, зачем нужен вот этот вот периодический контроль, если всегда можно делать непрерывный, там, ежедневный и так далее. Понимаете, в чем дело? Бывают ситуации, когда поставщик, с которым вы работаете, он просто не готов с вами работать в режиме ежедневных поставок минимальных партий. И бывает ситуация, когда вот такое вот ограничение, оно, ну, как бы накладывается на нас, там, либо со стороны поставщика, либо со стороны каких-то, там, дополнительных факторов. Ну, скажем, если вы постоянно будете машину гонять за одной коробочкой, вот, каждый день, ну, да, у вас товарные запасы будут поменьше, но при этом транспортные расходы будут очень большие. То есть, ну, бывает, когда вот такие сторонние факторы, они приводят нас к необходимости периодического, а не постоянного контроля. Ну, а со стороны системы, я еще раз повторю, постоянность или периодичность, это совершенно разнозначные понятия, потому что постоянный контроль, это просто периодичный, с очень-очень коротким периодом, не более того. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, это все, что я вам хотел рассказать. Вы, еще раз повторюсь, что я рекомендую вам ознакомиться с материалами предыдущего вебинара, для того, чтобы подробнее разобраться во всех этих настройках. Мы сейчас их так, в общем-то, достаточно быстренько прошли. Вот. Ну, и приглашаю вас на следующие вебинары, которые будут у нас проводиться. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.